В этом видео мы подробно рассмотрим механизм свободного сброса якоря на лебедках Big Water и расскажем, как правильно пользоваться лебедкой, чтобы она служила долго и не требовала ремонта. Начнем с того, что за свободный сброс отвечают две маленькие шестерни на промежуточном валу. При нажатии кнопки вниз они расцепляются, одна из них отходит в сторону, а вторая свободно вращается вместе с барабаном. По сути это обычный храповик и производитель не рекомендует смазывать шестерни густой смазкой, потому как это приводит к тому, что шестерни слепаются между собой и при сбросе якоря храповик не расцепляется. Здесь хорошо видно, как одна шестерня тянет за собой другую. Однако воспроизвести момент подклинивания шестерней из-за перекоса и выхода из строя лебедки по этой причине мы не смогли, как не старались. Поэтому мы выехали на воду и решили испытывать лебедку в реальных условиях. Для наглядности был снят защитный кожух. Мы сделали несколько чистых сбросов с падением якоря на дно, а также останавливали падение кнопкой вверх, что делать в теории нельзя, потому что это приводит к большим ударным нагрузкам на шестерни. Но нам нужен был реальный тест, поэтому мы даже утяжелили якорь до 8 килограмм. Однако шестерни достойно выдержали наше издевательство. И в этом им, конечно, помог борт нашей лодки, который амортизировал резкое торможение якоря. После десятка таких сбросов мы сняли шестерни с вала, чтобы посмотреть на их состояние. Как видите, ничего такого с ними не случилось. Выглядят как новые и исправно работают. Но бывают и более печальные случаи, когда шестерни ломаются. Поэтому мы рекомендуем пользоваться лебедкой правильно, так как делаем мы. Правильно, после того, как якорь вынут из воды, не оставлять его на роульсе, а привязываться к той же самой шестерни ломаются. И спускать якорь, соответственно, последовательность будет обратная. То есть включается свободный сброс. После того, как шестерни разжаты у нас, отпускается якорь. И ни в коем случае нельзя включать зажим этих шестеренок кнопочкой вверх до того, как он не достигнет дна. В идеале это должно выглядеть примерно, что якорь упал на дно. Человек подходит, вытравливает сколько ему необходимо, вяжется на утку и только потом поджимает шестерни. Ну, либо оставляет их как есть, в зависимости от того, будет он перемещаться или нет. Вот, якорь у нас для теста взят кошкам, мне очень подходит к этому рульсу. Вот, производитель, в принципе, все это дело додумал и снабдил страховочным тросиком с карабином, который якорь нужно подстегивать, чтобы он там не упал, разгрузить нагрузку с шестеренок. То есть, грубо говоря, это все оставлять в напряжении, в транспортировочном положении. Не рекомендуйте. Сейчас мы попробуем сделать все как положено. А именно, свободный сброс у нас включен, шестеренки разжаты. Ну и, собственно... Вот. То есть, мы, в принципе, достигли дна, вытравливаем. И наматываемся на утку. Клавки, крепежки, неважно. То есть, задача именно снять нагрузку с шестеренки. Все. То есть, теперь, чтобы поднять нам якорь, то есть, нам в идеале нужно зажать эти шестерни, не получая ударов и нагрузки во время течения, волнения и волны от проходящего катера, то есть, как бы, пока мы стоим на стоянку, то есть, у нас качаем. То есть, мы дожимаем их, все. У нас включен подъем. Отвлопождается утка. И мы уже добираемся вперед. Все, я первый шум из воды. Мы ее подбираем. Разжимаем, опять же, фрикцион, чтобы он освободился. И якорь, ну, в нашем случае, мы убираем. В случае, если это используется якорь, который свободно зайдет вот в это веретено, там, если роульс будет отдален, либо это якорь гриб или речной, то есть, как бы, после того, как он поджат, мы его страхуем тросиком и снимаем напряжение с шестеренок. Первая ошибка, которую допускают, это не дожидаются, пока шестеренки расходятся. А именно, шестерни, как только получают свободу друг от друга, якорь пошел вниз, то есть, перестают держать кнопку там, и недостаточно удаляется шестеренка, которая сидит на резьбовом валу. Все это приводит к тому, что шестерни начинают друг друга касаться, так как у них есть зацепы боковые, ну, и просто разбивают друг друга. Рекомендация производителя со смазкой касалась именно этого пункта, то, что когда удаляется шестерня на резьбе, она тянет за собой шестеренку, которая должна оставаться в своем положении и контактировать только с большой. Эта шестеренка, по сути дела, храповик, он не имеет вращения в обе стороны, только в одну, и контактирует он, когда включен электродвигатель. Сейчас мы попробуем, в принципе, просто сброситься, как обычно это делают пользователи, и что произойдет. Надеюсь, в глаза никому не попадет. Все, мы вытравились, ничего мы не будем подвязывать. Все. Итак, вывод простой. Металл шестерней вполне качественный, и сломать лебедку жестким торможением на спуске не так просто. Не используйте густую липкую смазку и снимайте нагрузку с барабана на переходах и при перевозке лодки на прицепе.